МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». Какой была эта пятница, вам расскажут наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Свет в конце тоннеля. В Чувашии исправляют ситуацию с электрификацией населенных пунктов. Захват, бросок, переворот. Чувашия принимает Кубок России по вольной борьбе среди женщин. Чистая вода бесплатна в любых количествах. В новоюжном районе столицы после благоустройства открыли родник. Всем выйти из сумрака. Еще в 2010 году правительство Чувашии заключило контракты на строительство более 200 объектов электрификации. Большая часть программы выполнена, но есть ряд населенных пунктов, куда свет так и не дошел. О том, кто виноват и как исправляют ситуацию, в репортаже Ольги Пырочкиной. От Чебоксар до деревни Ягудары всего 8 километров. Однако цивилизация сюда так и не дошла. Дома на этой улице стоят 20 лет. Все это время электричество люди добывали самостоятельно. Все затянули, кто как мог. Вот эти изношенные столбы народ сам вот так протянул своими силами. Перебои отрываются, они уже тонкие, столбы падают. Мы уже вот за магазином стол вообще на проводах висит. Ну электричество, мы живем уже вот три года, я переехал с города жить, да? Вот как афганец построил дом, 19 лет дом строил. Переехал сюда жить. И что, теперь вот эти три года мучаюсь. У меня тут и посуды, мощная машина, стиральная машина. Все у жены есть. Как в городе, говорю, света нет. 21 век. Столбы вон падают, смотрите. Я представитель говорю, смотрите, попадет столб на дерево, на ребенка, убьет. Это проблема. Машина там, машина еще сделает. А ребенка кто сделает? Свет в конце туннеля забрежил, когда деревня попала в программу электрификации. Однако подвел подрядчик. Контракт с недобросовестной организацией Министерства строительства Чувашии пришлось расторгать в судебном порядке. Заново проводить конкурс и выбирать нового исполнителя. В итоге работы, которые тянулись, несколько лет завершили в недельный срок. На улице Садовая в Ягударах поставили новые столбы, трансформаторную подстанцию, протянули линии. Вот в этом году правительство, наше правительство выделило достаточно средств. И за короткий срок, за пять дней построили, за неделю, короче говоря, построили. Линию вот эта, свет сейчас запустили уже. А эта деревня высела к лесной. И населенный пункт другой, а ситуация та же, недобросовестный подрядчик. Вот этот объект мы через судебное решение выиграли и передали другому подрядчику. Вот он нынче обещается уже сдать этот объект. Что уже сделано? Сделано уже полностью на 90%. Столбы поставили, лампочки уличные поставили, счетчик поставили сейчас на уличное освещение. Подстанцию зададут. Таких населенных пунктов, где работы пришлось доделывать в срочном порядке, по республике не один десяток. Проблемы в ходе реализации программы столкнулись с проблемой наличия недобросовестных подрядчиков. Таковых было четыре. По всем ним проведена претензионная судебная работа. Контракты эти расторгнуты. Вновь отторгованы в соответствии с требованиями. И работы продолжены. В этом году эти работы должны быть завершены. На сегодняшний день из 223 населенных пунктов работы ведутся в шести. На стадии завершения. С компаниями, которые аванс получили, а обязательств своих не выполнили, сейчас работают судебные приставы. Кроме того, их внесли в реестр недобросовестных поставщиков. В ближайшем будущем участвовать в муниципальных и государственных торгах они не смогут. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Сегодня в Новочебоксарске дали старт Кубку России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашии. Весь день продолжались предварительные схватки. А несколько часов назад состоялось торжественное открытие соревнований и первые финальные бои. На месте событий весь день находится мой коллега Дмитрий Ковалев. Он готов сообщить нам последние подробности в прямом эфире. Дима, тебе слово. Да, Ольга, здравствуй. Финальные схватки за награды всероссийского турнира по женской вольной борьбе завершились. И в зале легкоатлетического манежа уже не так многолюдно. А полчаса назад здесь кипели нешуточные страсти. Сюда, в Новочебоксарск, приехали спортсменки из более чем 20 регионов. А также Монголия, Молдавия, Австрия, Казахстана и США. К слову, в финал открытого Кубка страны выбились сразу пять американских вольниц. Россияне тоже не подкачали. Замедали выше пробы, а также серебро и бронзу. Здесь бороли спортсменки из Москвы, Бурятии, Смоленской и Чувашской республики. Представительницы нашей команды сегодня претендовали лишь на третьи места. В итоге на пьедестал почета поднялась Вероника Чумикова. Золото завоевали Валентина Исламова, Наталья Гольц, Анастасия Братчикова. А за несколько часов до торжественного открытия турнира в школе Олимпийского резерва номер 3 свои двери распахнул и Центр развития женской вольной борьбы. В перспективе именно здесь будут проходить сборы команд. Но Кубок России по вольной борьбе продолжится и завтра. Здесь разыграют награды в четырех весовых категориях. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. На прямой связи из Новочебоксарска был Дмитрий Ковалев. К другим темам. Введенные против России санкции вынуждают нашу страну искать новые пути поднятия экономики. Аналитики и эксперты заговорили о необходимости разработки государственной программы по импортозамещению. Она должна придать дополнительный импульс развитию реального сектора экономики. В Чувашии уже сегодня открываются новые производства. В Чуваксарах перерезали красную ленточку перед входом первого официального сервисного центра по обслуживанию автомобильных турбокомпрессоров. Внимание здесь будет уделяться транспорту с двигателями внутреннего сгорания как отечественного, так и импортного производства. Сам завод находится на Украине, а вот центр решили открыть у нас. Впоследствии руководство предприятия планирует преобразовать центр в полноценное производство турбокомпрессоров и автокомпонентов закрытого цикла. В России подобных нет, а это значит, что возникает потребность в новых кадрах. Для нас, что особенно важно, что сегодня технические компетенции в этой сфере, в Советском Союзе, в России уже, они были потеряны. То есть, поскольку не было производства, соответственно, потеряны были компетенции. Приход сюда этой компании означает то, что у нас еще попутно заживет новые специализации в институте, в университете нашем классическом, в техникуме, в колледже. С открытием такого производства республика, да и страна в целом, больше не будет нуждаться в импортных компрессорах. Их заменит российский аналог. Сегодня семь крупных предприятий электротехнического кластера республики участвуют в проектах по импортозамещению и осваивают новые технологии, чтобы обеспечить независимость российской экономики. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Эти дети могут практически все. Рисовать, петь и даже моделировать костюмы. В Чувашском государственном институте культуры и искусств сегодня открылся республиканский фестиваль «Одаренные дети Чувашии». Форум проводится уже четвертый год. За это время в нем приняли участие свыше трехсот учеников детских художественных, музыкальных школ и домов детского творчества республики. На этот раз ребята могут проявить себя в семи номинациях. Такие конкурсы нужны для того, чтобы дать именно дорогу молодым звездочкам и для их стимула, чтобы они у нас не были только участниками районных конкурсов. Это, во-первых, свое родоопределенная ступенька и может быть больше интерес, потому что они находятся в кругу таких же своих сверстников. У участников фестиваля большие возможности. Можно попробовать нарисовать картину, создать оригинальный костюм, спеть народную песню и даже сыграть на любимом инструменте. Запомнилась, конечно, все-таки музыка, которую дети играли. Просто отлично играли. Мне в это удовольствие вообще. Фестиваль, ну, вроде бы, вышел нормально. Мне все понравилось. Пожалуй, самым долгожданным и приятным моментом стало вручение школам сертификатов на приобретение новых музыкальных инструментов. Сегодняшняя встреча, она тоже не обойдется без подарков. Как было здесь сказано, будут вручены сертификаты на музыкальные инструменты. Это было личное поручение главы республики о том, чтобы в год культуры обновить по возможности в музыкальных школах, соответственно, те инструменты, которые, к сожалению, за прошедшие годы не покупались. Надеюсь, что эта акция будет не единственная. В дальнейшем такая же работа со стороны правительства будет проводиться. Так что совсем скоро в музыкальных школах и школах искусств появятся новые фортепиано, домры, скрипки, аккордеоны, баяны и балалайки. Впервые за последние два десятилетия будет закуплено около ста качественных и дорогостоящих инструментов. Вы представляете, Чувашская республика сегодня приобрела музыкальные инструменты на 5 миллионов рублей. Это очень важно для дальнейшего развития всей нашей музыкального, всего нашего музыкального искусства. Это будущее наших профессиональных коллективов. Я надеюсь, что данный проект, данная программа, она будет помогать для дальнейшего развития художественного образования. Это будет творческим стимулом для развития и поддержки одаренных детей нашей республики. Создание условий для развития и поддержки юных талантов – одна из главных целей фестиваля. Кстати, победители республиканского уровня будут представлять нашу республику на Всероссийском форуме «Одаренные дети России». Юлия Важенина, Евгений Анитимов, Республика. Вода – источник жизни, но вряд ли кто-то пьет ее из крана без дополнительной очистки. А вот родниковую воду уважают все. Она считается залогом здоровья и молодости. Сегодня жители Ленинского района Чебоксара собрались на торжественное открытие освещения ключа Хевежский. Инициаторами открытия родника в Ленинском районе стали местные жители. Подземный источник на правом берегу реки «Малая кувшинка» был и раньше, говорят люди. Но территория нуждалась в благоустройстве. Это родник давнешний. Говорят, во время войны даже раны промывали у раненых и быстро заживляли, говорят, раны. Вот мы сегодня тоже собрались сюда освещенную воду родниковую взять. Сейчас родник просто не узнать. Подходы к нему хорошо обустроены, да и сама территория имеет ухоженный вид. Вода из него проходит проверку на качество четыре раза в год. Когда весной мы обговаривали, и тогда было принято решение два родника в городе Чебоксары благоустроить. Один родник в речном порту, вот следующий сейчас открывается здесь, на улице Хевежский. Действительно, в городе очень хорошая молва, качества воды хорошие, и многие жители сюда ходят, чтобы за водой. И наша задача была, действительно, этот родник благоустроит. Наша чувашская энергозабылтовая компания откликнулась и вложила средства в благоустройство этого родника. За водой на этот родник ежедневно приходят не только местные жители, но и люди с других районов. Теперь посетителей станет еще больше, так как сегодня источник осветили. Вода – это стихия, вода – это движущая сила. Без воды, говорит, не туда и не сюда, даже пешник у нас поется. Почему? Я, говорит, водовоз. Вода – это очень большая святыня. Если нет воды, мы не можем прожить даже одного дня. Когда человек приобщается к этой святыне, приобщается к святости, потому что мы освещаем, очищаем эту воду. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика. В Олимпийском парке города Сочи прошел первый Всероссийский фестиваль народной культуры и специализированная выставка. Чувашуи с ее уникальным культурным наследием представляли ансамбли «Уяв» и «Кожал». Сегодня в Национальной библиотеке члены делегации рассказали о том, как живет и развивается фольклорное творчество в стране. Бережное отношение к уникальному культурному наследию России – один из значимых государственных приоритетов. Представители 85 регионов собрались вместе, чтобы показать особенности своих национальных традиций, непрерывную связь времен. Как сказала заместитель министра культуры Чуваши Татьяна Казакова, Сочи одновременно смогли увидеть многонациональную страну во всем ее культурном многообразии. Такое бывает нечасто, говорят участники фестиваля. Добрые, адекватные, очень красивые лица людей разных национальностей, которые живут, соседствуют в мире и согласии. А когда начался просто концерт, вот у меня даже сейчас мурашки по коже, в том плане, что это уже давно забытое и очень приятное чувство гордости за нашу огромную, очень мощную и непобедимую страну. Фольклорные коллективы у Яфы Казал, прежде чем представлять Чувашскую республику на этом фестивале, прошли непростой отбор. И им удалось доказать, что их участие не было случайностью. Наш коллектив оказался в числе лауреатов этого фестиваля, так как в прошлом году в городе Чебоксары проходил зональный этап этого всероссийского фестиваля между Привозским и Уральскими регионами. И на этом конкурсе мы стали лауреатами, завоевали право принять участие на этом заключительном этапе. Для нас это было, конечно, большое шоу, потому что и сам открытие фестиваля, и выступления коллектива проходили в Большом Ледовом дворце Айсберг. Наш народный фольклорный ансамбль принимал участие в начале, в процессе открытия в составе сводного хора. Это вместе с государственным ансамблем имени Пятницкого. В Сочи стали открытой площадкой, где обсуждались вопросы преемственности, сохранение важной для многонациональной страны сферы культуры. Помимо научных дискуссий, в рамках фестиваля работали стерилизированные ремесленные мастерские, где можно было воочию увидеть, как работают мастера. Екатерина Абрамова, Игорь Поручиков, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в Чебоксарах прошли праздничные мероприятия, посвященные 115-летию со дня рождения известного чувашского поэта, драматурга, прозаика Михаила Сеспиля. В столице Чувашии вспомнить его творчество собрались в одноименном сквере. Колоссальное наследие великого чувашского поэта еще долго будут изучать литературоведы. Стихи Михаила Сеспиля сегодня звучат на русском, английском и других языках. Очень короткая жизнь, очень яркая жизнь. Такие поэты у меня в памяти всплывают фамилии, как Есенин Маяковский. Они жили в одно время, они жили очень ярко и быстро, они опередили время. К сожалению, были не оценены тогда в полной мере, были не приняты тем обществом, не понимали их люди, живущие инертно, как такие люди могут жить с ними рядом. И сегодня замечательная идея была пригласить ребят прочитать стихи на разных языках. Вонзает плуг столетние штыки, свой лемех раскаленный до красна, в могильный мрак глубокой старины Чувашская ложится стейна. Сочинения Михаила Сеспиля изданы большими тиражами в различных странах. К примеру, книга одного стихотворения «Пашня нового дня» издана на 55 языках мира. В 1999 году мы праздновали столетие со дня рождения Михаила Сеспиля. Тогда мы создали мемориальный комплекс Михаила Сеспиля. Большой комплекс, там и школа, и дворец культуры, и памятники, парк. Навели порядок в деревне Михаила Сеспиля, провели благоустройство во всех школах, домах культуры, трудовых коллективах. Провели праздничные мероприятия, посвященные столетию со дня рождения Сеспиля. Но вот это движение, начатое тогда в связи с столетием, продолжается. Но, к сожалению, не так, как хотелось бы. Сеспиль заслуживает более такого глубокого, более такого уважения. Праздничные мероприятия состоялись и на родине поэта, в деревне Сеспиль, Канажского района и селе Шихазаны, где учился Михаил Сеспиль. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. Сразу после информационной программы «Республика» смотрите передачу по существу. Наша коллега Мария Шоклева расскажет об идее создания программы «Наобум», которая номинирована на ТЭФИ «Регион-2014». На этом я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До свидания и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова